Дорогие друзья, я хочу поздравить вас с Роша Шана. Это не только отрубление в трубы, когда мы трубим, но также и часть работы, которую нужно сделать, и многие евреи делают у глади воды перед демки-пуром. Они идут и выбрасывают камни. Как Писание говорит, что я вычину морскую, закину грехи твои за шиворот. Так, кстати, и не вспомню твоих грехов более. Какая разница между горсткой камней, много грехов, и один такой большой. Один тяжелый, а другой имеет вес, но очень легкий. Знаете, наверное, в грехе нет никакого противостояния или как бы в весах, что больше, что меньше. Один можно кинуть, и будет маленький всплеск. Другой, взяв свою тяжесть свою, выкинет ее, и будет большой шум. Но через время оно уйдет на дно, и никто даже не вспомнит, что этот грех был. Но есть люди, которые считают, что есть грехи не такие тяжелые, не такие уже и важные, но имеющие вес. Например, обида. Она не только выражается внутренним состоянием, но всегда обиду можно видеть сверху. Лицо, поведение. И это заметно всем людям. Мы должны, может быть, и выкинуть его, хотим от него избавиться, но как с этим пенопластом. Вы видите, мы его кидаем, а он остается сверху. То, что замечают люди, то, что они видят в нас, наше состояние, наши эмоции, наши переживания, тоже является, наверное, греховной составляющей. И нам нужно с этим бороться. Более того, может, стоит на этот пенопласт поставить другой груз. Груз, который называется кровь Христа, кровь Мессии, которая простила нас, наши грехи взяла и унесла в море. И я верю, что нам нужно разобраться со своими вопросами перед Богом. Какой из них? Что из них? Когда? И что с ним делать? Я предлагаю вам выкинуть их за себя.